на школьных упражнениях. Сейчас такой промежуточный итог тренировки. Надо, чтобы боец проходил дорожки именно в той манере. И вот в этой манере передвижения, на семенящем шаге. Хорошо. Вот на таком семенящем шаге, как говорили, перекрестной координации. Было такое понятие, когда удар правой рукой, соответственно, левый шаг. А удар левый, правый шаг. Ну, боец должен проходить такие дорожки. Ну, не большая скорость, а сочетая с защитными действиями. По одной, два, две повторные атаки, не больше. Вот как боец на данном видео. Завязка боя. Вошел несколькими ударами. Клонился и вошел несколькими ударами. Одна из форм тренировки называется «Делай как я». Это вот касается тренеров. То есть мы делаем все, опять повторяю, предыдущие упражнения. Начинается с уклона облево, удар левый сбоку. Добавляем по темпу, видите, да? Уклон влево, левый сбоку, правый прямой. Сейчас будет левый сбоку, правый прямой, левый сбоку. Отлично. В этой последовательности. То, что бойцу проще тогда ориентироваться на тренера, он его может копировать. И такая форма обучения, ну, одна из самых распространенных, особенно вот в странах Азии. Хорошо. Уклон вправо, мы начинаем работать. Ага. Право прямой, левый сбоку, право прямой. Хорошо. Потом боец делает через завязку. Помните, да? Предыдущий формат. Сначала сделал формирующее упражнение через уклон, а сейчас надо через завязку атаки. Завязка атаки у нас типичный формат. Это или джеб, или комбинация раз-два, или комбинация раз-два-три. Это вот стандарты комбинации, которые вот в обучении они идут первыми. Ну, и бойцу надо предлагать работать именно на них. Ничего сложного. Ну, безусловно, сложности какие-то есть, но это вот школьная программа. Пускай вот эта рутина оттачивать вот на таких хрестоматийных связках. Приглачить что-то сложное, ему не надо. Вот сейчас завязка больше из раз-два, уклон вправо и подхватил на ваших шажках. Следите, чтобы все-таки боец не запинался в этом передвижении, потому что урок посвящен именно серийной работе на шагах. Двигаемся только вперед. Сейчас технику обучения движения назад иногда не стоит давать одновременно. Безусловно, можно это делать. Но в данном случае надо сосредоточиться на движении вперед, чтобы стиль, вот как говорится, атакующий стиль был доминирующий. Раздвижение. Раздвижение.